Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, в этой недельной главе рассказываются очень интересные вещи. Об отдыхе, о расслаблении. Вообще, уйдаизм относится к этому очень просто. Обязательно надо расслабиться или отдохнуть, если ты для этого наберешься силы для служения. Но если это цель, вот просто, тогда это совсем другое. Вообще, вот легкая жизнь не жизнь, как бы нам ни казалось, но так сказал глава Ишивы в Русалиме Раф Израхи. Это соответствует тому, для чего человек приходит в этот мир. Только преодолевая испытания, человек продолжает духовно расти. И только рассеивая тьму написанным, что обретаем свет. Эта недельная глава начинается с того, и это пишет Раши, что слово «Ваэшев» и «сидел» никогда не упоминается в Торе в положительной коннотации. Никогда. Сидели в Египте, сразу рабство. Яков сидел в земле своих отцов, сразу получилась продажа Иосифа. Дальше у пророков то же самое. Сейчас Яков что хотел? Он хотел просто сесть, немножко вздохнуть, отдохнуть после Исава, после Лавана. И Тача же сказано, ты захотел посидеть? Вот история с Иосифом. То есть, состояние сидения для человека пагубное. Мы должны быть в движении, двигаться, расти. Сидение вредное для нас состояние. Вот мы не должны вообще засиживаться. И Раши еще, кстати, интересную вещь сказал, что просил Яков пребывать в покое, но произошла беда с Иосифом. И Всевышний сказал, мало того, что праведникам уготовен будущий мир, ты еще и тут хочешь спокойствия. О чем опять идет разговор? Вы понимаете, если человек правильно живет, все, у него есть будущий мир. А ты хочешь в этом, в этом мире испытаний, куда тебя послали только на какой-то короткий промежуток времени заработать, а ты хочешь сидеть и отдыхать. Еще Веленский Гаон объяснял с них из книги Мишлей и говорил о том, что не в природе человека стоять на месте. Мы можем либо прилагать усилия к тому, чтобы двигаться вперед и вверх, либо не обязательно будем опускаться. Стоять на месте и ничего не делать абсолютно то же самое, что падение. Кстати, это сказано в книге Ле Кахтов. Написано, что это как бы подходит для времен, когда нам ничего им внешне не мешает заниматься духовностью. А во времена, когда катастрофы, катаклизмы, враждебная обстановка, и что если даже человек остается на одном и том же месте, где у него хватает сил только не опускаться, это огромное достоинство. Но я надеюсь, сейчас еще не такие времена. Великий Луцата сказал, что управление этим миром осуществляется следующим принципом. Высшая мудрость установила отправить человека одной и ту же душу в этот мир по нескольку раз в различных там каких-то образах, чтобы он мог исправить один раз одно, один раз второй, один раз третий. А человек пришел в этот мир, который его там огромная космическая машина запускала и сел и хочу расслабиться. Представьте себе, весь мир работает над экспедицией на Марс. Три космонавта, например, прибыли на Марс, сидят там, приехали неделю у них, посели нам и в нарды играют. Ну и что? Понятно, что про них скажем. Хасиды однажды просили благословения у своего Рэббена безбедное существование. Не дай Бог, говорит он, как говорят Рэбы, мы хотим. Он говорит, не-не, Всевышний проклял змея, он самый проклятый из всех животных. На брюхе будешь ползать и прах будет твоей пищей. Но ведь это скорее благословение. Где бы ты ни сел, прах земной везде есть. Он получил изобилие. Вот вы, говорит Рэба, у меня это просите. Творец сказал, змея, ешь сколько хочешь, но больше ко мне не обращайся. Может ли худшее быть наказание, чем невозможность обратиться к Всевышнему? Поэтому сесть и просто вот чем-то наслаждаться, это очень сложная для духовного мира тема. Вообще, к сожалению, так устроен этот мир, что это мир испытаний. К сожалению, или к счастью, так устроен этот мир, что в нем приходится работать, трудиться очень тяжело и больно. Любая сложная ситуация, это урок для нас, который раскрывает новые качества, помогает подняться на какую-то ступеньку в том личностном росте, для которого мы пришли в этот мир. К сожалению, трансформация происходит через боль. По-другому не бывает. Через всякие неприятности, беды и там еще. Когда мы перестаем видеть жизнь только как череду проблем, и начинаем правильно понимать, что это все возможности для личного роста и для личного изменения, к нам возвращается улыбка и осознание того, что мир прекрасен. И все эти сложности, все эти, конечно, неприятные отдельные моменты, они все равно сделаны для того, чтобы в конечном итоге принести нам только пользу. Плохое и хорошее, это как две ноги у человека. На одной далеко не уедешь. Рано или поздно придется принять и примириться, что жизнь это не только сахар, но иногда и перец. Поэтому отдыхать нужно, отдыхать правильно, но отдыхать с одной целью. Набраться сил, чтобы еще дальше подняться выше по вот этой духовной шкале. Брахавец лоха всего самого-самого лучшего.